Кем быть он еще не решил, но первый шаг к новому поколению компьютеров сделал. Десятиклассник из Ангарска Степан Большедворский придумал новый принцип ввода информации в ЭВМ. Как он работает, узнала Наталья Сальникова. Представьте, что это клавиатура просто. Вот допустим, это клавиша единицы. Я нажал, вот смотрите, просто нажимаем кнопочку, и вот, и эта как бы информация подалась уже в компьютер. Здесь главное отличие не во внешнем виде, а в принципе работы. Вместо клавиатуры компьютеру подает команды вот это устройство, но густойчивый триггер. Быстро и без микропроцессоров, которые есть в каждой современной клавиатуре. Его создал десятиклассник из Ангарска Степан Большедворский. Разбираясь в устройстве компьютеров, он подумал, ведь можно все сделать проще. Возникла идея того, что перенести процессор в память, то есть запрограммировать его. То есть у нас все бы работало внутри памяти. Вот это, собственно, идея. Это будет прорыв в вычислительной технике, считает Михаил Жаврин, руководитель детского конструкторского бюро «Маренький принц», которым занимается Степан. Создание устройства ввода только первый шаг. Теория подтвердилась. Теперь мечта юного конструктора и его учителя сделать абсолютно новую ЭВМ. Так, я знаю точно, никто не делал еще. Никто в памяти еще не создавал электродные устройства путем программирования. Это будут новые компьютеры вообще. Компьютеры будут самые разнообразные. Они будут зависеть только от программиста. То есть он будет создавать такой процессор, который ему нужен. На стареньком оборудовании здесь дети постоянно что-то изобретают, рассказывает Михаил Жаврин. Например, на этом устройстве, кстати, тоже собранном руками школьников, юные конструкторы сверлят платы. Это тоже ноу-хау. Сейчас прибор перепрограммировали. Теперь он еще и гравирует. Почти все разработки юных конструкторов имеют практическое применение. Вот, например, электромагнит. Им очень удобно собирать мелкие металлические предметы. Идея родилась у ребят, когда покупали в магазине гвозди. Какую профессию выбрать Степан еще не решил. Но в будущем он планирует получить на свое устройство патент, чтобы стать настоящим изобретателем. Наталья Санникова, Валерий Яковлев, Вестерпург. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!